Как жить на болоте? Эту проблему пытаются решить жители дома номер 6 по улице Муканово в Караганде. Решают ее уже не один год. Все их призывы о помощи теряются в болотной тиши кабинетов. Рассказывает Сергей Высокосов. Чтобы добраться к своим подъездам, жителям дома номер 6 и рядом стоящих зданий необходим гидрокостюм. Или, по крайней мере, болотные сапоги. Круглый год она стоит, вот эта хозяйство, и мы ничего не можем делать. Можно ободрить жителей. Раз здесь живут лягушки и летает разная живность, вроде комаров, значит с экологией все в порядке. Можно предложить, например, разводить уток, гусей. А что, воды хоть добавляй? Мало будет качать из подвала. Там это вода, родник или что, источник. Брали грунтовую, вот эту воду специально брали, подтвердилось, что это источник. Есть дополнительные возможности пополнить водный бассейн. Возле дома номер 6, дробь 3, находится канализационный колодец, а около 606 школы – ручей. Вся жидкость течет в подвал дома номер 6. Разрушена сетка уже в этом панели. Из-за воды? Из-за воды, конечно. Даже видно, как вода подходит, отметка, видно, это воды подходит сюда. За целых 70-80 сантиметров у нас фундамент все время в воде находится. И в полу подвал воды. Да, не плавать гусям по этому морю разливанному. Дом-то дал трещину, не дай бог. Он уже наклонился, вот в эту сторону и трещину дал. Когда укладывали асфальт, все ливневки засыпали. В Акимат писали, но там тоже люди, не могут они за всеми дворами уследить. А тут еще мебельный цех обезопасил себя от затоплений. Вот мебельный цех ты засыпал, ты горелись. В воде-то уходить некуда. Подсобил и владелец Боровичка. Ему-то сухо. А до остальных и дела нет. Нет бы всем вместе собраться и решить одну общую проблему. Если на месте болота заработает детская площадка, засверкает чистотой асфальт. Глядишь, и клиентов прибавится. Детская площадка, она нам даже не понадобится. У нас дом вот в трубку. Есть в этом доме КСК, но работает ни шатка, ни валка. Да и не потянет оно на выполнение всех необходимых работ для восстановления былого порядка. А как раньше домоуправление было ЖКО, да? Одно. За все отвечало, и все было сухо, чисто, хорошо. Все было чисто. Кстати, о чистоте. Почему-то все близлежащие магазины несут мусор в эти контейнеры. Но убирать коробки никто не собирается. Горкомтранс, к чему ведомству относятся эти емкости, тоже не следит за брошенным мусором. Сверху уберут, а все остальное у нас... Ветер пошел, все подул. Ну вот разнесло как. Да, и мы потом же вот смотрим, как на панораму... Вот мы еще только немножко сами, вот Саши, вот под балконом это мы убираемся. Вот только два человека у нас. А остальные, остальные никто не выйдет, никто, а дворника у нас нет. Люди живут здесь закаленные, всякого навидались. Выделили полтора миллиона на установку крыши. Взялась компания «Глория» ее сделать и сделала. Но никто не радовался. И правильно делали. В буквальном смысле слова ее ветром сдуло. Никто духом не упал. Жильцы верхних этажей сами за свой счет восстановили легковесное творение «Глории». Кто-нибудь извинился? Нет. А зачем? И так переживут. Может и сейчас бы пережили болотную эпопею жителей дома номер 6 по улице Муканово. Да терпение на пределе. И перед детьми неудобно. Ведь все-таки Казахстан строит новое социальное общество, во главу угла которого ставится задача повысить качество жизни всех. Граждан. Сергей Высокосов, Боуржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.